Итак, наше путешествие подходит к своему логическому совершению. Нам осталось провести всего несколько дней в Американской Республике, после чего мы вернемся домой. А сегодня мне бы хотелось рассказать вам о том, как в течение всей этой поездки, поездки, которая длилась чуть больше месяца, я ухаживала за своей кожей лица. Данная поездка отличалась тем, что я все это время находилась в экваториальном климате. Климате очень влажно с одной стороны, с другой стороны очень жарко, с очень палящим солнцем. И сегодня я поделюсь с вами теми секретами, которые позволили мне сохранить мою кожу в том состоянии, в котором она меня устраивает, в котором она меня удовлетворяет, радует и не расстраивает. Итак, все средства, с которыми я ухаживала за своей кожей в этой поездке, уничтожили у меня в одну вот такую вот косметичку. Косметичку у меня не просим, достаточно небольшого размера. Здесь, собственно, все начиная от тоника и заканчивая специальными масочками. Также уход для глаз, успеем защита, уход для коп и так далее. Вот так вот, собственно, выглядит все содержимое моей косметички, если его извлечь из этой косметички. Сейчас я очень-очень быстренько постараюсь пробежаться по каждой из позиций и немножечко вам о ней рассказывать. Какие-то из этих позиций вы уже прекрасно знаете, какие-то появились у меня совсем недавно, я вам о них рассказать еще не успела. А на том, что вас заинтересует, я обещаюсь остановиться чуть более подробно, поэтому, если какие-то из этих позиций вас заинтересовали, пишите, пожалуйста, свои комментарии под видео. Я с удовольствием сниму про те позиции, которые вас заинтересовали наибольшим образом отдельные видео. Что касается непосредственно умывания. Очищаю кожу, то есть умываюсь я специальным мылом. Специальным мягким мылом, также в качестве более сильного умывания для жирной кожи. У меня есть вот такой вот дорожный набор, маленькая умывалочка от Клиник. После того, как я умыла свое лицо, я свое лицо тонизирую. Тонизирую я его своим любимым Clarifying Toner от Dr.Hauska, который я прилила вот в такую вот стеклянную баночку, так как оригинальная баночка в стекле достаточно тяжелая и возить ее в поездках неудобно. Также в качестве более агрессивного тоника у меня есть вот такая вот малышка, опять же для жирной и комбинированной кожи от Клиник, которую я тоже периодически пользуюсь. После того, как я свою кожу тонизировала, я ухаживаю за зоной вокруг глаз. Для ухода за зоной вокруг глаз у меня есть вот такой вот замечательный малыш от La Roche-Posay, который мне очень нравится. На данный момент я им пользуюсь и как утренним, и как вытюрным кремом. В дневное время я стараюсь, как правило, максимально увлажнить свою кожу и защитить ее с помощью SPF. Поэтому в дневное время я наношу на кожу тонким слоем вот такой вот Dramatically Different Mousturizing Gel от Клиник, и поверх него наношу вот такой вот кодолик полифенол крем с SPF защитой 20. Либо, если мне нужна SPF защита сильнее, я беру свой SPF La Mer Fluid, который мне дает 50% защиту и очень меня тоже на данный момент устраивает. Если я понимаю, что моя кожа сильно пересушена, я могу под SPF защиту днем нанести вот такую вот сыворотку с гиалуроновой кислотой Hydro 8B5 от Medic 8. Также эту сыворотку я, как правило, наношу вечером после того, как я умылась для вечернего ухода, для того, чтобы восстановить мою кожу после активных солнечных лучей. Также в качестве вечернего ухода я периодически использую сыворотку с ретинолом, но так как данная сыворотка очень сильная, я наношу ее не чаще, чем раз в 4-5 дней. Ношу ее на все лицо и сверху наношу легкое увлажнение. Для каждодневного ухода за моей кожей в вечернее время, также я использую вот такую вот новую сыворотку от Dr.Hausch, она называется Night Serum с яблочной кислотой, с активными яблочными экстрактами, которая балансирует мою кожу, восстанавливает ее и ухаживает за ней в ночное время. Для решения локальных проблем, для различных высыпаний покрастили, у меня есть вот такой вот малыш локального действия от Medic 8, это бета-гель, блемеш-гель с различными кислотами, которые я наношу точечно на проблемную зону, и также у меня есть вот такой вот антиружер-кор, такая вот сыворотка от Авены, которая помогает мне бороться с моими капиллярчиками, с моей излишней розации и излишним покраснением моей кожи. Для ухода с Акубами я пользуюсь вот таким вот замечательным, очень жиреньким, очень масляным стиком от Dr.Hauschka липкий стик, который у меня на данный момент почти закончился, и также я купила еще в Мексике, я нашла большое количество различных кармаксов, которые радостно купила и тоже с удовольствием пользуюсь им в дневное время, тем более, что практически все кармаксы еще и содержат СПФ защиты, что тоже очень-очень хорошо. В качестве масок, в качестве экстренного ухода я в эту поездку взяла две позиции, первой, которая у меня тоже уже почти заканчивается и которой я пользовалась очень активно, это Hydra Active Moisturizing Mask от Dr. Grandel, это немецкая марка. Это трехминутная маска гиалуронной кислотой, которая действует очень быстро, действует очень активно. Как правило, когда я наношу кондиционер и жду, пока он подействует на мои волосы, в это же время я наношу данную маску на свое лицо, и за 2-3 минуты она восстанавливает мою кожу, увлажняет ее, и никаких проблем ни с шелушением, ни с пересушиванием моей кожи, ни с раздражением у меня нету. Данную маску я стараюсь использовать где-то раз в 3-4 дня. И также я с собой взяла еще вот такое средство. Сам состав это Deep Peel от Dr. Murat. К сожалению, сама баночка у меня в поездке раздавилась и сломалась, поэтому я нашла вот такую вот маленькую, перелила туда состав. Это кислотный пилинг от Dr. Murat, который я, честно говоря, за все время использовала только один раз, потому что у меня не было необходимости. Я боюсь сильно травмировать свою кожу, боюсь вызвать у нее повышенную пигментацию. Для того, чтобы на этом агрессивном солнце не вызвать у моей кожи повышенную пигментацию, я стараюсь не злоупотреблять данным пилингом, и для того, чтобы мою кожу аккуратно очищать, мне, в принципе, на данный момент хватает вот этой вот моей ретиноловой сыворотки от Medik8. Прошу прощения за некоторый сумбург. Надеюсь, что хотя бы какую-то информацию я вам донесла. Какие-то позиции здесь действительно вы видите впервые, о каких-то из них я вам уже несколько раз рассказывала. Оставайтесь со мной, очень надеюсь, что данная информация будет вам полезна, и впереди много-много-много интересных. Пока!